всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог кому интересно такое видео оставайтесь со мной и приятного вам просмотра сегодня я решила начать раскрашивать вот эту иллюстрацию в кошках она у нас с оксаной всегда каждый месяц в планах красим ее поочину по порядку в этот раз я все-таки решила вернуться более-менее к такой адекватной палитре в прошлом месяце мне захотелось чего нить вот такого странная конечно кошка ну ладно скажу честно мне эта раскраска поднадоела уже изрядно но я знаю что если сейчас мы его отложим то не знаю когда я к ней еще вернусь поэтому ничего страшного такое уже бывало что один месяц красишь как-то сложно потом снова появляется желание так что ничего страшного по раскрашиваем конце концов это невеликий труд выбрала я фломастер и значит кариоко джой икея big kids что била power и икея так вот буду раскрашивать в таком порядке как они лежат 1 2 3 4 и 5 уже по обводила контур чтобы было проще раскрашивать на камеру так что кому интересно оставайтесь со мной и не переключайтесь знали бы вы в какой неудобной позе я сейчас сижу начала я с пятерки тут самые крупные элементы ну и вроде как получится одним махом много раскрасить этот цвет он меняется по мере высыхания я просто обычно камеру ставлю где-то сбоку или же на штатив который на столе у меня еще стоит сейчас его поставила прямо перед собой чтоб немножко понимать вообще с телефоном происходит хотя в целом то в хобби влогах еще все нормально снимается более-менее но предпочитаю уже сейчас чтобы телефон прям передо мной был а то будет обидно от снимешь и потом выяснится что какие-то косяки потому что в life влогах я прям была неприятно удивлена когда идет какая-то рябь еще непонятно что с этим я тоже конечно разберусь уже начала разбираться так что думаю наладится все наверняка как я просто для life влогах использую второй смартфон на которой я раньше всегда снимал пока так даже это в общем то и проще и на один на другой нет нагрузки каждый так и даже быстрее получится снимать и киевскими фломастерами здесь очень удобно красить и штабила тоже использовать очень удобно что сейчас крюка джой тоже нормально в принципе так бумагу они скатывают может быть не очень злостно но все же и на кончике скатанная бумага она остается за кадром я еще немного по раскрашивала в основном заполнила вот эти вот фрагменты где большие пространства чтобы дело как-то быстрее двигалась ну и теперь буду в течение дня понемножку так подходить раскрашивать для разнообразия и еще цветовой квест города хочу показать как тут дело двигается но в основном вот эту часть я уже раскрасила и вот осталось тут самую малость честно говоря меня напрягает вот эту рамочку красить не в смысле она хорошо смотрится она как раз делает работу более завершенный но просто да уже знаете такая привычка закрашивать большие фрагменты а тут нужно обвести допустим тут три и шесть номер и вот в шахматном порядке вот это вот обводишь все ну ладно ничего страшного зато в общем то так необычненько но и отдыхалочка я тоже в течение дня так допустим на кухне что-то делаю раскрашиваю там пока что-то жду вот а сейчас я буду красить загадочный лес тут у меня все выбрала вот такую иллюстрацию в принципе она в тему осенние мне нравится и белочки миленькие тут все дела с другой стороны получается это как паттерн потому что тут все элементы повторяются и довольно таки скучно не столько будет мороки много сколько скучно но я думаю что поскольку все так совпало и все так в тему лучше это раскрасить сейчас чем откладывать на потом на следующий раз когда это уже скорее всего будет не актуально да нет но актуально всегда когда есть настроение но вот я не уверена на этот счет поэтому буду раскрашивать сейчас к тому же я думаю можно знаете как сначала вот вот эти элементы потом допустим листочки потом можно сделать отдохнуть следующий подход это там белочки потом сделать фон дальше что-то доработать и иллюстрация в принципе будет готова начну я вот здесь красить это будут призмы и ашан 50 цветов я сейчас все по традиции подготовлю вернусь к вам и по раскрашиваю на камеру я вот здесь очень люблю призма использовать вот этот свет он прям прекрасен мне кажется он такой редкий чем не так в сон клонит не могу уже взявалась надо точно пойти погулять погулять погода хорошая подышать воздухом сейчас я здесь раскрашиваю немножко и пойду как раз выгуливать новые брюки новую кофту вот правда здесь этот цвет смотрится очень хорошо ну я в общем то эти цвета когда на пробу брала я подбирала их по сути дела по необычности потому что подходили к осенней тематике так что да идеально но и ашановские подходят хорошо я правда сейчас не знаю подобрала да нет нормальный цвет вот этот то что я сейчас крашу вполне хорошо просто скучно однообразные вот эти элементы красить люблю чтоб что-то было такое сюжетное полноценное но такой паттерн жалко пропускать все-таки он в общем то реалистичные более-менее не совсем какая-то там ерунда ну и листочки я взяла фикс прайс карандаши в этот раз что-то давно ими не раскрашивала они мне нравится они очень хорошие поэтому надо ими раскрашивать но правда это не совсем осеннее сочетание вот взяла графитинты которые но акварельные или водоразмываемые в общем я хочу сейчас попробовать размыть но не все а так сказать смешанная техника просто с штрешками такими где-то размыть это нет зашла фикс прайс завезли здесь новые фломастеры 30 штук ну наверное где-то 249 рублей прикольная коробочка такая красивая и форма у нее хорошие вот такие фломастеры мама 249 они но могу ошибаться дизайны тут абсолютно разные есть из чего выбрать раскрасила я за кадром совсем немного потому что я поняла что мне погулять хочется пойти вот как раз зашла фикс прайс хлебцы покупала там доктор кернер и заодно посмотрела чего нового из канцелярии ну в общем из интересного только фломастера это не факт что они прям какие-то уж очень интересные скорее упаковка в теории наверное кому-нибудь там на подарок можно приобрести ну а возвращаясь к этой иллюстрации мне понравилось вот использовать эти акварельные дервенты граффити смешанной техники ну то есть не все размывать а только частично это по сути здорово получилось так интересненько немножко переходы сгладила и вообще по осеннему довольно таки особенно если учесть что вот это не совсем осенние то как раз если вот такое сочетание использовать как раз хорошо что вроде еще какие-то листочки сохранили зелень какие-то начинают уже желтеть краснеть вообще самое то ну белку сейчас буду раскрашивать потихоньку ну я еще не решила карандашами наверное будет хорошо может быть масляную пастель использовать ну потому что хвостик я не знаю каким ей делать коричневым или беленьким но самый кончик ладно подумаю пока еще не решила в зависимости от того какой будет кончик я наверное материал выберу потому что я не помню беленький кончик у нее бывает или нет если бывает то тогда масляная пастель чтобы цвет растянуть плавно вот а есть такой коричневый то тогда можно карандашами наверное даже можно взять акварельные например ван манделузы и тоже что-то в смешанной технике придумать ладненько я буду это видео завершать если она понравилась ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и и жмите на колокольчик чтоб не пропустить новые видео заходите в инстаграм три семерки рыжая три восьмерки благодарю вас за просмотр до скорой встречи пока пока